Неприличная прилично! Выставка с таким названием открылась в Музее промышленности и искусства. В экспозиции лучшие образцы народной графики 18-19 веков из собрания Дмитрия Бурильна. Это лубочные картинки из атласов Равинского, а также одиночные листы, не вошедшие в издание известного собирателя Лубка. И сложность экспонирования была в том, что эти листы были наклеены в альбомы, и в 14 альбомов, и в лучшем случае посетители выставки могли бы увидеть 14 этих лубков. Поэтому на этой выставке мы видим с вами и реконструкции наиболее интересных лубков. И мы дали пояснительный текст, адаптированный текст, тех текстов, которые даны на лубке, для того, чтобы посетитель мог прочитать их. Реализация масштабного выставочного проекта стала возможна благодаря фонду Владимира Потанина, который поддержал музей финансово. Мы сумели выиграть грант, достаточно большой, продолжительный. То есть вот то, что вы здесь сейчас увидите, это только начало реализации данного проекта. Так как в год театра мы не могли пройти мимо театрализации лубка. Тем более, что русский лубок – это миниатюра, это пьеса сама по себе, она должна оживать. Поэтому проект будет продолжаться, он у нас рассчитан на полтора года. И я надеюсь, что даже и после окончания проекта сама выставка будет путешествовать по губернии, а может быть даже и по другим регионам. Коллекция лубка насчитывает около 1700 экземпляров. Для этой выставки отобрали как самые популярные, так и самые редкие сюжеты. Но все по-прежнему злободневны и актуальны. Несколько лубков благодаря театру юного зрителя удалось оживить. У фабриканта и меценат нам оставил сущий клапан. Говорите, кто угодно, что лубки сейчас не могут. Ведь в картинках старины все грешки наши видны. Пьяска, мучеванство, ложь и лесть – все лукавы и линии есть. Просто пара кусяков взять сюжеты из лубок и представить, как они актуальны в нашем мире. Живой лубок – это уже 12-й совместный проект с благотворительным фондом Владимира Потанина. На достигнутом в музее останавливаться не намерены. За два года существования этого конкурса было подано около 1000 заявок. И вот несмотря на то, что у нас в музее Бурылина уже был реализован не один проект, тем не менее, меня это поразило, потому что от Ивановской области было подано всего 6 заявок за эти два года. Ну и, собственно, вот одна стала победителем. И поэтому я призываю коллег, учитывая, что у нас нет ограничений на количество проектов победителей от одной организации, я призываю коллег из музея Бурылина разрабатывать новые проекты и подавать заявки, так и коллег из других культурных институтов, институций Ивановской области. Во многих сюжетах народной графики использованы слова, неприличные с точки зрения современной разговорной речи. Но вместе с тем они обличают такие социальные язвы, как пьянство, мздоимство, обжорство. Самые смелые произведения народной графики скомпонованы отдельно и промаркированы знаком 16+. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.